Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня расскажу о нескольких новичках в моей коллекции. Они ко мне пришли около месяца назад. Покажу, как они выглядели в тот момент, что я с ними делала и как они поживают сейчас. Начиная с середины минувшей зимы, я заказала около десятка орхидеи в группе ВКонтакте. Это группа Happy Orchid многим известная. Среди заказанных орхидеи в основном котлеи, пара башмаков и один цимбидиум. И вот около месяца назад я получила первые три растения. Это две котлеи и цимбидиум. Кроме того, мне в руки случайно попало еще одно растение. Это Golden Peacock, золотой павлин, который уже есть в моей коллекции. О нем я тоже скажу несколько слов, так как это такой хороший, очень показательный пример того, как действует тактика взбадривания растений после транспортировки и перемены условий. Вот так выглядели эти три растения сразу после получения. Это азиаты. Два из них мягких транспортировочных горшках, а крупные котлеи в жестком горшочке. После прибытия домой, как обычно, первые сутки двое, они у меня помещаются в светлое, умеренно теплое место, желательно отделенное от остальной коллекции. Это такая первоначальная адаптация. Орхидеи приходят в себя. Если грунт слишком пересушен, то я их слегка увлажняю с помощью опрыскивателя. За это время можно прикинуть все за и против и решить, что делать с ними дальше. Подготовить подходящие контейнеры и субстрат. Основной вопрос обычно это пересаживать или не пересаживать. Я всегда решаю по обстоятельствам, время года, грунт, в котором пришло растение, его состояние. Все эти моменты позволяют понять, насколько велики шансы его благополучной адаптации после пересадки. Ну, в данном случае мне было ясно, что я их пересажу все. Не трогаю я только золотого павлина, потому что я его должна вернуть обратно при получении следующей партии моих рухидей в первоначальном виде. А какие будут планы на его счет будущего владельца, мне неизвестно. Котлеи с ферм Микки Оркет, я уже знаю, приходят в очень плотном спрессованном сфагнуме. Для моих условий этот субстрат, я считаю, не подходит, поэтому меняю его без особого промедления, чтобы к зиме эти растения уже были укорененными и были менее адаптированными. Первая крупная котлея в жестком горшочке, это котлея Spanish Eye, а вторая котлея Skinnery, вариация Царулея, она в мягком горшочке. Они нуждаются в пересадке, еще и потому, что уже растущая часть уперлась в край контейнера. Цимбидиум варегатный, Golden Elf, с золотыми и желтыми цветочками, очень-очень пересушен и практически сам вываливается из горшка. Остатки его субстрата, это следы какой-то мелкой коры и некрупный серый гравий, который пойдет у меня на дно нового контейнера. Первое, что я делаю, это тщательно промываю листья всех трех растений очень теплой, почти горячей водой, проточной из-под крана. Вода должна быть такая, чтобы рука ее терпела свободно, но максимально теплая. Таким образом смывается пыль, следы обработок, возможных насекомых, клещей. Листья как бы массирую под струей воды. Это первая хорошая стимуляция дальнейшего роста. Дальше я готовлю питательную ванну, в которой добавляю средства для профилактики инфекций, в данном случае Физан. Беру подходящую посуду, пластиковый ящик, наливаю подогретую дождевую воду, благо в этом году недостатка в ней нет. И туда из расчета на 1 литр воды добавляю 1 мл жидкого орхидейного удобрения, 1 чайную ложку сахарного песка, по одной капле какого-нибудь стимулятора роста, у меня традиционный это НВ-101 и или Супертрайв. И 1 чайная ложка Физан, 20 или другого подобного средства. Но так как у меня около 5 литров здесь воды, то все это умножается на 5. Первым делом замачиваю цимбидиум. Он у меня самый обезвоженный и практически сам выпал из горшка. То есть он там явно не рос и вообще непонятно, его ли это горшочек. Минут 15 покупаю сначала ботву, а затем на несколько минут погружаю еще и корни. С котлеями сложнее. Они явно прочно сидят в своих горшочках и расставаться с ними не торопится. Особенно большая спейниш-ай. Она в твердом горшке и держится там очень прочно. Горшочек предварительно погружаю в воду. Вот она пускает пузыри и потихоньку размокает. Все, растение вышло. Ну и теперь кропотливая, осторожная работа. Здесь надо запастись терпением, чтобы в спешке не порвать корни. Кстати, живых плотных корней у нее достаточно много. Растущих, конечно, нет, но дело наживное. Очень аккуратно я освобождаю корневую систему от субстрата. Как обычно из одного горшочка получается целый мешок мха. Я его не выбрасываю, поскольку пригодится. Со второй котлеей все то же самое. Разве что рассталась с горшочком она несколько более охотно. А дальше для них такие же водные процедуры, как и для цимбидиума. Контейнеры я для них подобрала такие. Цимбидиум будет жить у меня в такой высокой пластиковой банке. Это банка для сыпучих продуктов. Полупрозрачная. Удобно следить за корнями. Но предварительно я, конечно, проделаю отверстие в нижней части. А для котлей готовые горшочки. Мне очень нравится такая модель. Они одинаковые, только разных размеров. Грунт для орхидеи у меня готов. Про цимбидиума у меня было не так давно видео. Я в описании оставлю ссылку на него. Так как я здесь буду использовать практически такой же грунт, то повторяться я не буду. А для котлей тоже ничего особенно нового. Но посадку все же я для полноты картины покажу. В последнее время для котлей я использую такие составляющие субстрата. Крупная средняя кора, гравий, пенопласт, мох, палитрихум коммуна или кукушкин лен, вулканическая лава, уголь и сфагнум. В данном случае сфагнум тот, который я вытащила из их родных горшочков. Их изначальный субстрат, в котором они пришли. Освобожденный от субстрата котлею после питательной ванны я ставлю в горшок и прижимая растение к борту горшка таким образом, чтобы растущая часть с почками имела простор для роста будущего, начинаю закладывать субстрат. Ставлю сразу, потому что глубина горшка такая, что корни достают до дна, поэтому я просто в пустоты начинаю проталкивать потихонечку фрагменты субстрата. На дно, как обычно, камни, пенопласт и лаву. Принцип такой. Чем более крупный, менее влагоемкий субстрат, тем он в горшке лежит ниже. И самые влагоемкие части субстрата концентрируются в той части, где предполагается дальнейший рост котлеи. Ну, то есть новым ростом нужно больше влаги. Закладываю субстрат. Ну, кажется, что как будто слоями. На самом деле, конечно, там все достаточно равномерно смешивается. Не особенно плотно, но и без больших воздушных карманов. На поверхность я кладу слой их родного сфагнума для того, чтобы сохранялась влага. Ну, особенно сейчас, в летний период. Все, процедура завершена. Осталось только залить минут на пять горшки такой же питательной смесью, какой я использовала для ванночек. Ну, для того, чтобы грунт тоже пропитался вот этими веществами. Дальше я их ставлю в такие же условия, в которых изначально я их поместила. То есть умеренное тепло равномерное, яркий рассеянный свет и умеренная влажность. То есть я их опрыскиваю понемножку по мере подсыхания грунта и жду движения. Сейчас прошло уже около месяца с того момента, как я делала эту пересадку. И вот, посмотрите, котли потихоньку подают признаки жизни. Показались растущие корешки. У цимбитиума корней пока не видно, но они могут быть спрятаны внутри грунта. А вот зелень посвежела и с ним по виду все хорошо. Хочу рассказать отдельно про котлею golden peacock или золотой павлин. Условно говоря, котлею на самом деле это гибрид котлейной группы. Вот его родословное внизу. У меня два растения сейчас. Один кустик тот, который попал ко мне месяц назад и находится у меня волею случая на передержке. Я ничего с ним не делала, кроме того, что держу в таких же условиях, как и остальных моих новичков и периодически опрыскиваю для того, чтобы поддерживать очень умеренную влажность. У него пошли расти активно корешки, причем растут даже активнее, чем вот у пересаженных котлей. Но это понятно. У него было меньше стресса. То есть, судя по этому растению, можно было подождать с пересадкой других моих новичков до начала их нового роста. Но я предпочла все же пересадить сразу, потому что мне просто удобнее, чтобы растение пошло в рост, находясь уже в постоянном горшке и субстрате. А вот это растение, это мой золотой павлин уже. Он получен был, по-моему, в конце осени. То есть, у меня он находится около 9 месяцев. И поскольку получила я его в очень неблагоприятный для пересадки период, то, конечно, я опасалась, что рост пойдет не так хорошо. Но я сделала все возможное, чтобы все-таки он адаптировался. Условия пришлось ему создавать искусственно, но, тем не менее, это подействовало. Получал искусственное освещение, как и многие мои орхидеи. Все, что было описано в этом видео, я проделала с ним и тогда. Ссылочку на это видео я оставлю внизу в описании. Для тех, кто не смотрел, кому интересно, он довольно быстро тоже тронулся в рост, показал корни, несмотря на зиму. Где-то в конце зимы он процвел двумя цветочками. Такое было пробное у него цветение. Ну, а сейчас вот он уже показал три полноценных цветоноса. На каждом по 4-5 бутончиков. И будем надеяться, что скоро я получу уже нормальное полноценное пышное цветение, которое я и должен демонстрировать этот гибрид. Гибрид, вообще, говорят, очень удачный по всем параметрам. В частности, потому что он достаточно неприхотливый, легко цветущий. Ну, в общем-то, вот вы видите, он вполне оправдывает свою репутацию. И я считаю, что способ поддержки растения при смене условий тоже себя оправдал. Ну, по крайней мере, вот на этом растении точно. Тут уж непонятно, это заслуга самого растения и его потенциала, или моя, или все вместе. Ну, по крайней мере, вот результат мне очень нравится. Смотрите, какие шикарные корни он нарастил. Будем надеяться, что в ближайшем орхидейном обзоре я уже смогу продемонстрировать это растение цветущим. Цветоноса она развивает довольно быстро. Жду прибытия остальных моих заказанных орхидей. Обязательно вам их покажу. Пока на этом. Всего доброго. До новых встреч!